И почему ты еще не на стримах L.E. Play? Так, ну чего? Теперь я предлагаю глянуть господина Сибирского. На что я готов ради... Итак, друзья. Мир пожилого скама. Деды в сети номер один. Понятия не имею, какой-то новый формат, новый выпуск. Какой-то нового, не знаю. Новые рубрики. Вот. Ну давайте. Это про меня один в один, естественно. Я знал, что вы это напишите. Поехали. На что я готов ради видео притвориться женщиной и противостоять волнам дикпиков на моем экране. Приносить в жертву отделы мозга, отсматривая гигабайты кринжа. И сегодня моя приверженность делу вынудила меня постареть. Всем привет, простите за видео. Младежь. Теперь вы должны именовать меня как Сибириенис из дома Таргариенов, Королева андалов и первых людей, Холиси до Тракийского моря, Матерь драконов, Геральт из Сибирии, Леголас и просто Люциус Малфой. Как вам удобнее. А если бы вы были подписаны на мой Телеграм-канал, то вы бы стали свидетелями того, как я несколько дней жестко байтил народ реакциями Али и моих друзей на вот эту вот фигню. А еще я там стрелял. Вообще, я его, в принципе, начал вести. Поэтому, хотите больше сибирского, подписывайтесь. Ссылка в комментарии закрепленном. В этой рубрике я пройду по следам стрелков в интернете и покажу вам, чем же пожилые непоседы занимаются онлайн без присмотра внуков. Ведь они, как наивные дети, в своем интернете просто повторяют за наших. У них есть свои блогеры, тиктокеры, телеграм-каналы, инфо-цыгане. Вы, да ладно? Я Илья, есть телефон и интернет, значит, ты можешь зарабатывать в тиктоке. Я смогу заработать золотые сныпки, как у вас за спиной? А не просто листать его ленту. А что плохого в том, что я листаю его ленту, ну? Так, погоди, это интересно, ну-ка поподробней. Полистал чуть-чуть, ну, что сразу травить-то за это? Компания легально работает в 43 странах. Работает в 43 странах, а в оставшихся 152 странах организаторов уже посадили. Работают от студента до пенсионера. Блин, черт возьми, я не студент и не пенсионер, я посередине. А что, школьники и младенцы недостойны заработка в тиктоке? Они там сидят почаще и вошли? И даже инвалиды. А ментальные считаются? И дальше. Что, соответственно, мы, видеоблогеры, тоже можем? Зарабатывать начинаешь со второго месяца от 500 долларов и выше. 501 доллар, 502 доллара, 503 доллара, возможно. У него оформление такое богатое. Можно даже 504 доллара. Я даже не верю. Что я с этими долларами делать буду? Мне взлот их надо. Научишься уникальному маркетингу. Такой же уникальный маркетинг, который вы провели в данный момент в этом видео? Тогда я согласен. Вложение возвращаем со второго шага. Ну только что сказали, что... А, вложение! Ну, он начинает! Опять обман! Если у человека ног нет, как он до второго шага дойдет? А я почти поверил! Деньги выводятся 100... Знаете, мне кажется, как с этой бабкой сделали? Типа, она сделала вклад и ничего не вернулась. И такие, короче, слушай сюда, старая корга. Мы вернем тебе вклад, если ты привлечешь еще 10 лохов, таких же, как ты. Как только ты их привлечешь, мы вернем твой вклад. Это как эти обманщики, которые... Как его... Наебывают чуваков на то, чтобы они триллямы сняли и перевели кому-то хуй знает кому. А потом говорят, для того, чтобы вернуть эти триллямы, вы должны сесть на бутылку. И ты такой, да блядь! Садишься на бутылку, и они такие, пока. Кажется, пожалуйста, как? Слушайте, ну если она сказала 100%, значит точно не скам, не пирамиды, все точно 100%. Вот видите, какой уникальный маркетинг нам дают. Как в него не поверить-то? Это гарантия избавиться от долгов и начать новую... Ну, правда, у вас появятся новые долги для того, чтобы сделать первый вклад. Вам придется взять кредит. Вот. Но это, понимаете, это тот кредит, который уничтожит другие кредиты. В общем, блядь, давай деньги заебал. Достойную жизнь. А знаете, что еще поможет избавиться от долгов и начать новую жизнь? Побег в Зимбабве. Вы сразу триллионером ставите. Там такие огромные бабки крутятся. Напишите мне в комментарии. Хочу. Возьму свою команду. Научу работать. И добеду вас до высоких выплат. Ну, слушайте. В таком случае. Хочу. Знаете, я кое-чему у нее научился. Пишите в комментарии. Хочу. Сделайте красную кнопочку подписаться. Серый. И все. А вы что-то от меня еще ждали? Вы. Деньги любят смелых. И мертвых. Ну, мертвые же не могут их потратить. Это ваш шанс. Я жду. Ну, пусть и ждет. Я почти вот убежден. Но что-то еще нужно, чтобы вот прям добить. Нет, я Лилия. Все нестабильно на сегодняшнем сне. Экономика упала или вообще разрушается. Все со страхом смотрят в завтрашний день. Ты весь в долгах. Ты не знаешь, где найти заработок. Что-то вы меня не очень мотивируете. Хочется закрыться в комнате и не выходить из нее. Есть телефон и интернет. И ты готов обучаться и работать. Я предлагаю тебе заработок в интернете. Компания легально работает в 43 странах мира. Знаете, Лидия, я считаю, что вы очень убедительный человек. Вы делаете классные, уникальные, уникальные, уникальные. Есть бесплатное современное обучение и практика. Для людей простых, без опыта работы. Если у вас очень высокий опыт работы, например, там в IT, и вы зарабатываете, ну, 250 тысяч долларов в год, то, к сожалению, мы вас не возьмем. Вы нам не подходите. Вы за мной все наблюдаете? А как она узнала? А я бы хотела, чтобы вы тоже зарабатывали деньги. Скоро Новый год, и хочется подарки детям, внукам преподнести. Как она давит, да? Хорошо. Че, на подарки даже внукам и детям нет, отдать денег. Присоединяйся ко мне, нищеб. А кто хочет, пишите мне. Я вам расскажу, как можно заработать быстро деньги. Короче, вот координаты. Забираешь здесь один белый мешочек, внутри не смотришь, что переносишь его на координаты, какие-то. Деньги будут лежать в почтовом ящике, по улице, хуйска-колотуйска, блядь, квартира 44. Ящик придется вскрыть. Все. До созвона. Не, ну в сравнении с предыдущей женщиной, тут что-то менее убедительно. Мы никому ничего не навязываем. Если вы и дальше хотите работать в найме и зарабатывать на чужие мечты, проходите мимо. А если кто хочет стать финансово свободным человеком и жить так, как хотите вы, пишите мимо. Я думаю, она скажет, жить так, как я. И тут какой-нибудь качок на фоне такой заходит, госпожа, кладет ей виноград в рот. Она так берет мацей-то вот за накачанную сиську, блядь. И такая. Так вот, если хотите жить, как я, то самое время. Взяли, какие у них хорошие методички. Прям в душеньку тебе манипулируют, забираются. Мы ничего не навязываем, но если ты хочешь дальше, работает на дядю, который зарабатывает миллион, а тебе не дает. И мы ничего не навязываем. Я вам расскажу и помогу. Дальше какая у нее красивая хата на заднем фоне. Вот, ну не навязываем, но можете в такой же находиться. Картинки сзади хромакейной. Ну все еще не убежден. Чуточку еще бы. Вы знаете, мне многие пишут. Выбраться с нищеты легко. Зарабатываешь, че ты? В маске, блядь, маску сделала себе. Ты этим делись, а че ты кричишь на весь свет? Вопрос-то хороший на самом деле, да? Без других людей не зарабатывается, да, твои пирамидочки? Че-то надо еще кого-то позвать, да? Вы знаете, я тоже была в этой, извините за выражение, жопе. Не прощаем. И не знала, где взять. Не, Скип, я вот такого убыдла не буду учиться. Не хочу пока. Бенег, чтобы погасить кредит. Выбраться с этой нищеты. Это какое-то дефолтное состояние, да? То, что должен быть кредит, чтобы к вам поступить. У меня нет кредитов. У всех, да, пенсионеров, вы подружно говорите, кредит. Есть на просторах интернета такая компания, где простые люди зарабатывают. И, кстати говоря, действительно, у многих пенсионеров есть кредиты, и вы не поверите, в большей части эти кредиты были взяты не на самих пенсионеров. То есть они брали их не для себя, а для своих детяток, да, взрослых, которому уже там, блядь, по 30 лет. Вот, помочь им надо, машину купить, квартиру там или еще что-то. И вот они берут кредиты, еще какие-то, чтобы своему Ванечке или Алисочке помочь, блядь, 30-летней кобыле, блядь, или этому дилде. Вот, это серьезно. Да, 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 вот такая хуйня. Вот столько, блядь, долбоебов. Не дети, а падаль, на самом деле это правда оооочень распространенная хуйня, прям ооочень. Если вы думаете, что это какая-то очень. Это хороший день, если честно, все реально. Но я вам об этом не расскажу. Согласитесь, прикольный был сюжетный поворот. Я пойму, что вам нужно больше этой рубрики, если на этом ролике будет 100 тысяч лайков. Дело за вами. Друзья, нахожусь сейчас на пенсии. Знаете, я будто бы стою напротив какого-то торгового дома в каком-то периферийном городе, где все заспамлено, знаете, именами всяких рандомных магазинчиков. Ты хочешь так же? Тогда перестань вставлять себе палки в колеса и видеть во всем преграды. Звонирочно! Что такое звонирочно? Вступите в мою команду и я вам... А их дети все эти кредиты не унаследуют? Вот вам охуительная схема, как набрать кредитов и чтобы они не передались по наследству. Перед началом того, как брать кредиты, съебывайте все имущество, маломальско нужное и дорогое, переписывайте на своих детей нахуй, блядь. И остаетесь без имущества. То есть не по наследству, а прям сразу отдаете нахуй их. Вот. Соответственно, потом бабка какая-нибудь 80-летняя, хуй знает как, но, короче, берет кредиты. И умирает. Значит, для того, чтобы кредиты вам передались по наследству, вы должны вступить в наследство. То есть, вот что оно вам оставило, вы должны забрать, тогда и кредиты вам перейдут. Ну, потому что хули. А вы ничего не забираете. Ну, потому что нехуя. Ну, в принципе, все, нахуй пошли. Расскажу. Это она интриги берет, типа, да. Большинство этих милых детишек еще и все счета в арестах. Наверное. Отпишите, я расскажу. Очень хочу ездить к инукам гораздо чаще. Но пока такой возможности нет. Где зарабатывает она? Че сидишь, рассказываешь, что это тебе предыдущий тогда. Потому что они живут за границей. Да бабку можно сразу выселить из своего имущества. Причем тут чего, блядь? В интернете сейчас зарабатывают деньги и уже есть часть денег, чтобы к намеченному сроку поехать в гости с подарками. У тебя тоже такая же задача. Ну, тогда я дам тебе телефон моих детей, внуков за границей. Можешь тоже к ним приехать. Ты хочешь так же? Тогда тебе срочно нужно узнать. Как она кредит возьмет и на тебя все перепишет? Блядь, это пиздец. Как ты это можешь сделать? И мы сразу же начнем действовать. Говорите, а вы чего не знаете? Срочно надо узнать, как это сделать. Чтоб, типа, вам тоже рассказать? Еще чего? Че там ходишь? Че ты бежишь? Вместе всегда быстрее и легче. Я научу тебя каждому действию. И ты тоже сможешь решить любые свои задачи. Даже задачи. Спасибо. Знаете, у них прям по регламенту будто написано вставлять сзади очень стильные квартиры. Сразу выстрелить после того, как. Это не вопрос. Партиры. А че на фоне своей не снимите, а? В шапке профиля нажимай на номер телефона. Ты перейдешь ко мне на WhatsApp абсолютно безоплатно. Вот это интересный сайлингпоинт, да? А то у других это... Хочешь ко мне в WhatsApp, соточку кидай на карту. Безоплатный WhatsApp только в мышеловке бывает. Напиши мне, хочу увеличить доход. Вы знаете? Нет, пока не уверен, что знаю. Я пытаюсь разобраться, что сейчас я вижу на экране. Звоните! Не ведитесь на развод соцсетей! Учитесь разбираться! У нас есть, можете с первого дня получать от 500 долларов. Ну, какой-то такой милый развод не повестись, скажите. Чисто вот, ну, из вежливости хотя бы. У меня ведь разбираться никто не учил. Заметит, что-то на iPhone показывает. И у нее слева такой бриллиант. Другой такой старичок сидит. О, брошка. Это же, ну, блин. Биллианты у нее могут быть, и у меня тоже. Знаете, о чем вам не скажут любители быстрого интернет-заработка? О том, что на рынке современных высокооплачиваемых профессий у вас вообще-то есть выбор. Если ваш выбор полно вакансию бэкэнд-разработчика, и вы хотите вот этими вот руками проектировать сайты... Мы не проходим, Эльхи Игорь Григорьевич. Приложение, то никто не может вас остановить. Наоборот, стать бэкэнд-разработчиком можно на программе онлайн-магистратур... Получить консультацию менеджера и узнать детали поступления и подачи документов. Меня удивляют люди, которые говорят Ооо, это развод Ооо, это лохотрон Миллионы людей в интернете Вкладывают деньги в игры Тут она, конечно, поглобила Покупают несуществующие танки Вкладывают деньги в фермы Че, мать, это она? Кто знает свою аудиторию? Знает, да, танки, фермы Тудым-сюдым Покупают несуществующие сараи и овощи Вот дураки, да? А я настоящий покупаю сарай и овощи И танки Покупают подписки на непонятные фильмы Те ваши непонятные фильмы Будут понятные фильмы Которые можно смотреть онлайн и скачать бесплатно И теперь у нас еще и пиратство учите Хорошие видео, познавательные Я так и сбиваю, когда хочу непонятные фильмы Посмотреть, скачать бесплатно непонятные фильмы Покупают токи в одноклассниках Точно знает свою аудиторию А кто-то покупал голоса в ВК И куда они теперь делись? Дуров, верни стену Чтобы дарить несуществующие подарки Это ли не развод? Ну получается, что да Открыло мне глаза А у нас я предлагаю купить вам что-то И вы нихуя не получите В ответ Даже плюс пять в одноклассниках И даже виртуальный танк или кабачок Вы нихуя не получите Кроме чувства разочарования И но И нет, хотя вы знаете Получите, вы получите опыт Опыт, что не нужно верить Старым бабкам С дерьмовым монтажом С вас 300 долларов Для начинания бизнеса Подумайте, наконец Вы вкладываете деньги Покупая виртуальные ценности Этого еще про иных А вы можете купить реальные ценности Со второго месяца они уже вернутся Которые вы никак не сможете обменять На, скажем, продукты в магазине Вы вообще про скины в Counter-Strike Слышали? Их там не только на продукты обменивают На машины, дома Это ли не развод? А я? Я вкладываю только свое время К вашему сведению Вашему сведению Чуть-чуть токсик, да она? Приобретаю знания Которые приведут меня И уже приводят к финансовой независимости А вы говорите, что это развод Да ничего я не говорил За что на меня-то пальцем тыкать сразу Да вон там говорили Я иду в магазин И покупаю на эти деньги Реальные вещи А вот так вот пожилые люди флексят У тебя электронные танки А у меня реальная картошка А что получаете вы? Краткострочное Сомнительное удовлетворение Да А что это плохо? А я развиваюсь Я общаюсь Зарабатываю Так кто из нас Рудется на развод? Задумайтесь Что-то она на нас Весь ролик пока что Подумайте Миллионы людей Просиживают свое счастье Возле экранов телевизоров За компьютерными играми Даже не предполагая Насколько яркий И достойный мир Вокруг нас Не, ну я вот в игре Выкручиваю туда Насыщенность На максимум Очень яркий мир Очень я счастлив Мне нравится И вот вы бы не подумали Да Но в комментариях Так-то происходит Ажиотаж Валентина Успех для всех Пишет Подробнее Я отвечаю Это автор видео Конечно можно Звоните Подробнее узнать хочу Спасибо большое А можно узнать подробнее? Добрый день Меня вы заинтересовались Потому что у вас есть обучение Я бы хотел научиться Новой профессии в интернете Объясните подробнее Как можно Это все Блять Охуеть Это реально работает Каждый раз Когда натыкаюсь Такое дерьмо Хочу верить То что Ну блять Это пиздотня Не может кого-то привлекать Но потом я вспоминаю Сколько имбецилов Вокруг нас И понимаю Что работает Любая хуйня Верно Очень важно Научиться разбираться В честных компаниях Автор ролика С удовольствием Поддерживает беседу Вы знаете Мне кажется Что современные люди Просто разучились работать Ммм Не все золото Что блестит Хочу разобраться Звоните Разберемся вместе Онлайн предприниматель Пишет Хочу подробнее узнать О работе Надо зарегать Новый аккаунт Онлайн предприниматель Киберинструктор По бизнесу Нет Просто онлайн предприниматель Совсем уже Как-то Дохуя Но на фотографии Чисто онлайн предприниматель Вот так я себе Их и представляю Вы правы Что делать А вот ее автор Что-то решил проигнорить Она видимо Не выглядит достойно Автор в комментариях Также продолжает Додавливать Люди дорогие Остановитесь Разберитесь И звоните Я могу во всем разобраться И научусь зарабатывать В интернете Крики отчаяния Хотелось бы обратиться К людям Которые пишут Негативные комментарии Хотите им передать Что бумеранг существует С каких пор люди Перестали верить в бумеранги Вы разрушаете Сами себя Понимаете Если вы желаете зла То вам К вам оно вернется Вот недавно Три моих хейтера Которые написали Мне сообщение Внезапно Были найдены Мертвыми В своих подъездах Конечно Подозреваемый Крайне сильно Похож на меня Престарелая женщина В круглых очках Но разве Я единственная Престарелая женщина В круглых очках Это просто я к тому Что бумеранг Существует Карма Если вы делаете зло Вы получаете зло В ответ Делаете добро Вы получаете Добро в ответ Задумайтесь Задумайтесь об этом Хорошенько Задумайтесь Твари И этим негативом Вы разрушаете Свою семью Как-то мои негативные Комментарии Разрушают мою семью Вдруг это просто Хобби Бумеранг Еще никто не отменял Он существует Да верю я верю Вон летит Вот И за ваш негатив Будут расплачиваться Ваши дети У них будет рак Всего вам хорошего И я за этим Обязательно прослежу Мы идем В мир созидания Где люди Должны нести Только добро Это будет Очень скучный мир Контраст нужен Понимаете Чтобы понять Что такое добро Надо испытать зло И наш проект Именно Где мы Несем друг другу Добро Это секта? Вы несете Не добро Вы несете Кирпичики Для своей пирамидки Мы даем Каждому Возможность Выйти Из Очень сложных Ситуаций И оказаться В еще более сложной Вы спросите Зачем вы это делаете? Вы мошенники Но поймите Лишь оказавшись В более сложной Ситуации Чем в той В которой вы Находите сейчас Вы сможете осознать Что проблема Предыдущего уровня Которая являлась Более простой Нежели та проблема С которой вы сейчас Столкнулись Является вполне решаемой Это придаст вам силы И осознание того Что нужно всегда Идти вперед Поэтому сейчас Зайдите в ваш аккаунт Сбербанк онлайн И наберите Мой номер карты А потом Ведите туда Все деньги Которые у вас там есть И не надо Нам писать Всякую чушь Поняли уроды Мы несем добро Чушь Хватит У мамы подруга есть Она постоянно подписывается На эту хуету И переходила по ссылкам Где похищают данные Я когда увидела Это знатно охуела Она попросила меня Помочь подписаться На группу А ее деньги Инвестирует В какой-то Мобильный оператор Китая Который через месяц Придет в Россию А еще она Постоянно торговля Косметикой А еще она Постоянно торговля Косметикой Дешевле Которая стоила 100к И были в чемоданчиках Красивых А потом Выяснилось Себестоимость их 3к Здорово Вик В следующий раз Перед тем Как выставить что-то в чат Перепроверь что-то написал Считать Блять Охуеть Как сложно Писать Детей ваших Прокляну Потому что Проект На самом деле Законный 6 лет Работает на рынке Ну По сравнению с тем Нас еще не поймали 6 лет Все равно что Законные Пирамида Сергей Хелле Вносите ваши деньги И плачьте Не пойманы Уже 15 лет 40 странах мира Проектом Который 5 лет Работает на рынке 6 это больше А значит Это правда Я вступлю к вам в проект Ссылочка в моем профиле Дам информацию И будем зарабатывать Меня послышала Она сказала Сыночка А не ссылочка В моем профиле А там фотографии сына Такого Не знаю Маленького ребенка В купальнике С дачи Блять Вот что-то вы Все вместе Да вместе А если я не проверю Я хочу зарабатывать Один А что в вашей компании Такое невозможно Как странно Ну Наконец-то Меня убедили Давайте заглянем Хотя бы в один Из этих клубов На аватарке Канала Воодушевленно Написано Поверь в мечту Сверху Вот какая-то Меточка есть Называется Почему-то Скам Сначала я подумал Что это какой-то Эмоции Из кастомных наборов Но вот что Пишет об этом Одна статья Метка скам Означает Что определенный Чат Канал Или бот Мошеннический Этот статус Можно получить Из-за использования Фишинговых ссылок Или обмана На деньги А отметка скам Позволяет Пользователям Телеграм Избежать Мошенничества И защитить Свои данные Но Они креативно Использовали Эту метку В своих интересах В названии Паблика Это вам не скам Поняли, да? Типа старики-то Не поймут Что это за отметка Они так и подумают О, не скам Круто Надо вступить Тебя на весь чат Мне нравится Абсолютно Уебищный Выблицкий Телеграм Который сам Вешают Метку скам Подтверждает Что канал Ебает скамерским Но не банит его Ёбаный дуров Со своей Вот этой вот Это вообще Пиздец Ну не долбоёбы Ну серьёзно Ну это просто Какая-то Хахинея Приветствуют И показывают Как просто Ебанадовненько Понятен Их маркетинг Маркетинг Просто понятен Преимущество Матрица Бинар Что? Так, ну дальше Всё плюс-минус Понятно Вход Активация Бизнес-место От 600 рублей По командной стратегии 1200 рублей Фишки А это уже интересно Какие там фишки Броне Хорошо Урезание юбки Матрицы На 50% На практике На все 90% Это чё такое? Клоны прилетают В личные кабинеты Партнёров Какие клоны? Таким образом Полностью управляемая Матрица Что за матрица? Реинвест в 15-м столе Именно сюда же В 15-й стол Чё за стол? Все лучшие фишки Все лучшие фишки Собраны в один маркетинг Такого нет Ни в одной компании Инета Блин, ну раз вы капсом Говорите, что нет Я вам верю Значит, в нас сходу Бросают пачку Каких-то формулировок Которые, видимо, Мы должны знать Будучи 60-летним Пенсионером И, видимо, мы должны Прям истекать слюнями Прочитав, что Увязание Юбки матрицы На 50% На практике На все 90% Может быть, они этим И цепляют стариков Что они читают Эти очень умные слова И думают, что И такие Бля, всего дохуя И много цифр Там крутятся деньги Ну это прям Акулы Заработка Они такие слова знают Скорее всего, так и работает А если вам всё ещё непонятно То есть целая лекция Со схемой Так, ребята Смотрите Сегодня у нас Будет разбор Площадки Бум А чё ваша площадка Бум Выстроена как пирамида Наверное, это случайность Так, ну давайте Попробуем вникнуть У вас уже здесь вывод Идёт с первой ножки Первую закрывают ножки Закрываетесь Идёте в третий стол Вы будете там же Продвигаться Просто на пассив Кто закрывается В 11-м столе Как я сказала Вот с этих 200 тысяч Которые на Dreamhouse Общая выплата 935 тысяч А 600 рублей Мои вы когда вернёте? У них есть чат Для более продвинутых Ссылку для которого Писал, видимо, человек С очень правильным английским Написать он хотел Dreamhouse А написал Dreamhouse Это чат Для жёстких манипуляций Ребят, всем привет Я общалась С людьми И с некоторыми гостями Нашего чата Которые никогда Не работали в интернете В самом интернете? Такой странный Вопрос Возражение Мне стыдно Работать в интернете У неё маска Парикали Стыдно рассказывать Про какую-то работу В интернете Очень стыдно Знаете, я их очень понимаю Потому что Когда я знакомлюсь С новыми людьми Я тоже боюсь им рассказывать Что я работаю Блогером в интернете Я просто говорю Что Работаю В маркетинге Чего можно стыдиться В нашей жизни Ходить по большому В гостях Например Стыдиться Того Что ты заходишь В магазин И не можешь Купить своему внуку Внучке Или ребёнку Ту игрушку Которую он просит Манипуляторки Всё всегда упирается Внуков Детей Подарки То есть видите Они понимают Что Эталон успешной бабки Когда внукам Дарят подарки Йоу Мазафака Нихуя Серпчина Пенсионеры Уже не хотят Концентрироваться на себе Они хотят отдавать И вот используют Это для своих Манипуляций А ещё стыднее Ребят Когда болеет Родитель А ты не можешь Помочь И купить ему Дорогостоящий ребят Нормально вот так Знаете Есть очень редкие Болезни Которым нужны Очень дорогие Лекарства Которые стоят 30 тысяч долларов 5 тысяч долларов По этой логике Им тоже надо стыдиться Что они не могут Такие купить Ну и правильно Но всё равно Я чувствую Что нас недостаточно Унизили Поэтому давайте ещё А не стыдно Когда ты работаешь На двух работах А то и трёх И вот этот доход И заработок Не перекрывает Все твои потребности Очень стыдно Нет Тупые Просто это причина Для унижения Тищие Дебилы Работяги На трёх работах Идиоты Не могут Перекрыть Потребности Стыдоба Лучше Несите Эти сбережения Которые Не могут Перекрыть Ваши потребности Мне Чтобы они Перекрыли Мои А ещё стыдно Когда приходится Брать кредитные карты Чтобы перекрывать Одну карту Второй И вторую Третьей Не то чтобы стыдно Больше глупо Это называется Финансовая неграмотность А ещё стыдно Когда тебе Уже 50 лет Когда тебе Какая-то малолетка Указывает Во сколько Приходить Во сколько Уходить И её зовут Цвета И она Живёт Ну например Под тобой На этаж Пониже И расфуфыренная Такая Шлюха Выёбывается Постоянно Вот это ли Не пиздец Тварь Блять Носит ещё Свои Батфорты Ебучие Блять Чёрного цвета Юбка Блять Наркоманка Ёбаная Вот у меня Такой вопрос Это ли Не стыдно Требует От тебя Большей Отдачи А платит Тебе ещё Меньше А всё потому Что эта Тупая малолетка Получила Образование Какое-то там Какие-то там Продвижения По карьерной лестнице Как-то там Упорно это Работала Вот эта вот Тупая малолетка Потому что Если младше То тупее И при этом Малолетке Не 50 лет А 49 Когда ты работаешь На кого-то Когда ты работаешь На чью-то мечту Пашешь без выходных И проходных И не видишь Своих детей Тем временем Они тоже работают На кого-то с этой схемой Но это мы упустим Вот это они очень любят Вкручивать вот это Работаешь на чужую мечту Сразу за сердце хватает Да Всех вас При этом Ну Сразу хочется вступить Штука-то эффективная И все админы В этих чатах Мастера мотивации Вот даже покупают Телеграм премиум Видите звездочки Радом с никнеймом Также они круглосуточно Постят Мотивационные сториз В духе Хватит сидеть в грязи Иди делай бабки Каждый день Новый день Новые кринги Мне очень понравилось Вот это Сториз Ебать блять Куда отдавать деньги Матрикс ворлд Вонтед Вакансия миллионер Внимание Разыскиваются Миллионеры Бля Ну типа Кто не по факту Миллионер А в душе Миллионер Вакансия миллионер Внимание Разыскиваются Миллионеры Блин Я тоже хочу Устроиться Миллионером А че надо делать С опытом И без опыта Работы Миллионер Без опыта Работы Ну когда родился В богатой семье Хули нет С опытом И без опыта Работы С опытом Работы Миллионером Типа Здрасте Я работал Миллионером Потом меня уволили Из миллионеров Но у меня есть опыт Возраст Пол Чувство юмора Значения не имеют Очень специфичный пункт Про чувство юмора Надеюсь вы там это Не стендап комиков Делаете часу А то нам пока хватит Вы можете Оставаться собой Спасибо Слава богу Не придется меня Пол И называться Валерий Требования В смысле На вакансию Миллионер Есть какие-то требования Ну тогда я не заинтересован Хорошая интуиция Легкая рука Вера в победу Интуиция зачем Все как-то очень Ваша задача Ваша задача Придумывать Ставки На спорт И рекомендовать Их людям Мы создадим вам Канал В котором вы будете Давать Своё Заключение Касательно Спортивных игр И мероприятий И грамотно Вакансии миллионер Или типа Как получится А ещё В этих чатах Делится Неподдельной Радостью И позитивом Ура Ура Партнёры Поздравляю Все С таким движением С выплатами Молодцы Команда Супер Проект Супер И аналогов Нет А если я сейчас Создам Аналог То есть Она просто Собрала свою группу Ну то есть Знаете Как это работает Типа Мини пирамиды Встраиваются В большую пирамиду Ты типа Как бы Становишься Лидером группы Под тобой Ходят чуваки Они сосут хуйца И ты получаешь С них процентик А у них Как бы Нет выбора И они ищут Таких же Чуваков Создавая свои пирамидки Но поскольку Ты был глава Этой пирамидки Все маленькие Пирамидки Ставятся под тобой Короче Чем раньше зашёл И больше наебал Тем заебись Вот И она как бы Радуется Что наконец-то Ей пришли выплат Я могу У меня миллион человек Смотрит И всех их Миллион туда загнать Чё будете говорить И аналогов Нет Просто нет Не найдёте Нигде А наблюдающие Наблюдайте И завидуйте нам Как прикажете И летом Полетим отдыхать Кто куда Ура Она такая Выключила камеру Такая Ура Бля Пиздец Чтоб никто не мог сказать Что это всё Просто пустые слова Есть целые влоги О красивой жизни На низкомно Заработанные В матричном Проекте Закрыл очередной Уровень Получил выплату И сразу В очередное путешествие Самара Москва Самара Сколько там Билет Самару Стоит На поезде Блядь Выплату Получила 5000 рублей Ровно Хватило Наберять Самара Москва Самара Самара Ооо Кразу видно Крутое путешествие Самару Аж два раза Поедете Ну и конечно же Такой милый Флекс То что Я В Москву Я и сделал Вот так вот День первой Отправление Самара Москва Едем тратить Деньги Вот Ха-ха-ха На бабах Все-таки На блядь Давай Сука Престарелая Поскреби С сиськами Паркет Передо мной Давай Блядь Так он На вас Вот так Сцеживает Хорош Мне нравится Что он просто Вставил свою проходку С абсолютно Пустым и бездушным Взглядом Куда-то Мимо камеры Еще Музыка Такая На фоне Авантюрная Кошмар Москва Площадь Трех вокзалов Вот это Круто Эх Москва Недружелюбная Блин Даже Несмотря на то Что у меня Мои миллиарды Миллионы Есть Вот Турно Недружелюбная Основной Корпус Плекс Продолжается Видали Я заработал Бабочки В проекте Матричном Вот она Вот она Смотрите МГУ Значит Снял С тыльной стороны Обошел Весь корпус Чтобы с тыльной стороны Показать Чтоб точно Поняли Что Бабок Много Заработал Конечная Точка Для сегодняшнего дня Театра Вахтангова Додел на спектакль Видите Он может позволить Еще и на билет В театр Заработал Себе даже Увеселение В виде спектакля Надеюсь Он не взял Уже Ведь хотите Да Как я На второй день Во время Пешеходной Экскурсии Обнаружили Каменную Постройку Аж Пятнадцатого Века Он пишет Обнаружили Будто он Первый Ее нашел Хотя Вот Снимает Табличку Новые Вагоны Метро Очень Напоминают Те Что В Барселоне Опа А тут Он как бы Намекает На вкус Ездил Ну как бы И в Барселоне Поезда Прикольные Музей На 56 Этаже Вы таких Этажей В жизни Не видели Максимум 10 А вы Были На таком Этаже Я могу Сей 57 Позволь Вообще То Но 56 Хватит Прощай Жизнь Я не могу Больше Зарабатывать Столько Денег В этом Потрясающем Маточном Проекте Их Слишком Много Я не знаю Куда Их Тратить Да Всем своим Кредиторам Пошли Нахуй Небольшой Перекус Ведаль Да Заказал Себе Чуть Чуть Блин Увидел Хавку У него Хавать Захотел Блин Сука Дед Пицушечку Тортик Скромненько Поел На мои Миллиарды Миллионов У нас В Москве Зима Пришла Уже Говорит У нас В Москве У какой Быстро Он себя В москвиче Записал Пригороде Москвы Посетили Сувенирный Магазин С продукцией Жельских Мастеров И очередной Раз Докупились Их Продукты Тут Какой Дом Пиздец Нахуй Та хуйню Покупать Блядь Тут Это Коллекционирует Они Сирот Что Типа Ну Вот Так Вот Если В Москву Зашли В Жельский Магазин Так Одну Купить Там Как На Память Окей Второе Это То Что Выход Кто Это Покупает Блядь Да Прихожек Бабки Там Весь Сервис Докупились Снимает Так Чтобы Было Видно Ценники Ну Типа Докупились Ну Видите Сами Да Там 1400 2900 Так Скромненько Скромненько Вот Есть Такие Дорогущие Фигурки У Пьюдипая Были С Крестиком Вот Такие Вместо Глаз Для Пожилых Жельская Продукция Это То Самое Да Ну Естественно Куда Ж Без Зумно На Иконы Я Хоть и Богач Но Уровень повыше Чем Ребятки До Этого У них Просто Ну Тик Токи Какие-то Любительские Чатики В телеге А у Этого Дяди Есть Целый Лендинг Привет Меня Жовут Владимир Я Строю Свой Бизнес В Интернет И Получаю От него Доход При этом Деньги Получать На Карту Доход Растет Каждым Месяцем Нет Ежемесячных Проплат Клонов Звезд Планет Он пытается Втянуть Людей Которые Уже Были В Каких-то Таких Скамах И знают Такие Определения Видимо Вот В ваших Пирамидах Это Есть А в Моей Нет Рабочие Чаты С Поддержкой Чат Где Лидеры Нашей Команды Делятся Опытом Инструментами Пассатижи Отвертки Ну тут Стандартная Поздравляю Белиберда Из Разряда Все Бесплатно Я тебе Помогу Все Расскажу Зато Свой Лендинг Понимаете Сегодняшнее Погружение В интернет Стариков Обошлось Не без Травм В том Читле Психологических Но я думаю Я Выполнил Работу Честно И напоследок Мой рабочий День Окончен Соска Признаюсь Честно Ну такой Нормальный Видос Не скажешь Что охуенный Потому что Рофлов С этими Наебщиками Толком Не было То есть Он просто Перечислил Ну короче Не хватало Докрутки Что ли Какого-то Вот Ну просто Как явление Показал Ну так Среднячковый Видосик Но Местами Забавненько Местами Забавно Местами